Ильнур, вы нас так сразу же оборвали, что команда будет по-другому называться. Давайте немножечко про этот ребрединг. Так, ничего значительного в изменении не будет. Мы будем просто называться по латинице, английскими буквами, скажем, BFC-легенд Москов, потому что у нас кардинальные изменения в составе произошли. И некоторые девочки, изначально, которые были у нас, ушли в совершенно другую лигу. Они решили оставить за собой тоже это название. И мы, учитывая то, что уже полтора года выступаем в этой лиге «Леон», и менять название команды, и еще экипировку, брендирование мы не собираемся. Когда мы пришли и начали участие в лиге «Леон», да, уйдя из Пантеона, мы поняли, что это совершенно другой уровень. Могу сказать, с 2009 года я в ЛФЛ, и я вижу уровень какой, и поэтому приоритет не заставил долго думать. И девочки поддержали мое решение, что надо участвовать здесь. Несмотря на то, что есть параллельно еще аматорская лига, да, тоже там женскую сделали, но для меня, как и главного тренера команды «Легенда», принять решение играть в ЛФЛ, это плюс, тем более, такие условия, как говорится, континентальные и клубные чемпионаты Европы, мира, но где еще такого может быть? Сергей Рахимов, Girl Power. Скажите, пожалуйста, сразу по названию вопрос, действительно вы собираете девушек сильных? У нас девчонки разные абсолютно, но да, мы делаем на то, что женский футбол – это, в общем, сила. То есть вот скорее вот такой посыл должен быть. Девчонки сильные, девчонки хорошие, девчонки все очень любят футбол. Я думаю, что мы постараемся заявить даже не одну команду, это, скорее всего, будет три команды. То есть девчонки безумно любят футбол. Девчонки тренируются больше, чем я в неделю. То есть у них, по-моему, три тренировки, у меня две тренировки. То есть поэтому меня их настрой всегда удивляет и поражает в приятном плане. Поэтому девчонки, я думаю, что с большой радостью начнут этот чемпионат. Какую роль вы сейчас исполняете в женской любительской футбольной лиге, может быть, в ЛФЛ в целом? Соответственно, что лежит на ваших руки и плечах? Ну, у нас пока некоторый переходный период. Соответственно, после объединения мы немножко поменяли свои роли. Раньше я была исполнительным директором ЖЛФЛ, но так мы входим в эту структуру. То тут я, скорее, буду уже отвечать за девочек и за то, чтобы все ценности, которые мы сработали, они перешли дальше. Какую именно конкретную должность в ЛФЛ я там буду занимать, пока не могу сказать. Но эмоции и мысли, в первую очередь, зайти командой. Первый – это вот как руководитель команды, соответственно, привести всех в форму до начала сезона, причем физическую, моральную, любую. Второе, естественно, их настроить на победу, потому что идет группа, потом финалы, это сложно. Довести от начала до конца команды. Хочется сделать так, чтобы не разочаровать тех, кто к нам пришел. Как вы находите свободное время, чтобы заниматься вот такими амбициозными проектами? Дело в том, что, на самом деле, свободного времени нет, но стараюсь выжимать максимум из каждой минуты. Это, безусловно, и основное место работы, это и преподавание в университете, это капитанство в своей команде, это и, в принципе, организационные вопросы, потому что, ну, на мой взгляд, если кто-то горит каким-то любимым делом, он всегда найдет на него время. Ну, на мой взгляд, само существование женской лиги на протяжении полутора лет, это уже хороший показатель, потому что есть некая стабильность, есть стабильный состав команд, которые принимают участие в лиге. Сейчас из тех изменений, которые у нас есть в лиге, безусловно, все отмечают перспективы международные, потому что для любителей девочек, которые, ну, явно не ставят какую-то цель, карьеру, да, построить футбольную, для них выезд на международные турниры – это абсолютно другой уровень, просто-напросто. И, там, успеть что-то такое совершить для себя в этой жизни, для души, так скажем, с учетом того, что футбол – это их любимое дело, они готовы каждый день тренироваться, каждый день принимать участие в каких-то турнирах, это очень, конечно, дорогого стоит, и надеюсь, что этим мы будем мотивировать девчонок развиваться, больше заниматься, больше тренироваться и стабильно посещать все игры и матчи.